CSGO.net.in. Скины CSGO по низким ценам. Итак, самый простой и очевидный способ – это продавать скины на официальной торговой площадке самого Стима. Это удобно по нескольким причинам. Первое – мы ничем не рискуем, так как Стим вряд ли сворует наши скины. Второе – это самая популярная и посещаемая площадка, а потому скины по адекватным ценам продаются весьма быстро. Плюс здесь самые высокие цены, что в случае если мы продаем, а не покупаем, только плюс. Но на этом преимущества заканчиваются и начинаются недостатки. Главный из которых – это невозможность вывести средства на карту или в любой другой форме и не только в России, но и в остальном мире. Так как продавая скины на торговой площадке Стима, деньги зачисляются на внутренний баланс, который после можно тратить только на другие скины или на разные игры. То есть вроде бы и неплохо, но на жизнь таким способом не заработаешь, только как вариант, если покупать скины подешевле в интернете, а после их продавать в Стиме, зарабатывая тем самым на игры. Но вот второй вопрос – где выгоднее всего покупать скины для дальнейшей продажи? Стим по понятным причинам с высокими ценами мы не рассматриваем. Есть второй вариант – это сторонние маркетплейсы, где цены уже пониже, однако не везде и не на много. Поэтому дабы выгодно покупать скины для Counter-Strike, я пользуюсь сайтом CSGO.net, работающий за счёт вероятности выпадения скинов. Когда выбранный вариант может выпасть как с первого, так и со второго или третьего раза, кому как повезёт. Но и при этом с пустыми руками вы точно не останетесь, это сайт гарантирует. Плюс именно такая механика позволяет максимально понижать цены на скины. Покажу на примере весьма популярного АК-47 Азимов, который здесь стоит всего 589 рублей за состояние, закалённое в боях. Против 2000 за такое же состояние на маркетплейсах или 2500 в Стиме. Но повторюсь, так как и выпустен может не с первого раза, а потому я пополню счёт на те же 2400 рублей, которые этот скин стоит в Стиме. Только если там это одна покупка, то здесь целых 4. В общем, пополнить счёт можно любым удобным способом, от карт, включая мир, до электронных денег и даже криптовалютой. Мне же удобнее по старинке картой. Но если вы не хотите оставлять данные своей основной карты в интернете, Сейчас без проблем можно открыть виртуальную карту в приложении почти любого банка, как раз для интернет-покупок. Куда после перечислять необходимую сумму для оплаты, дабы не рисковать и спокойно оплачивать. Лично я так и делаю. Так что переведу за кадром деньги и встретимся после пополнения. Деньги зачисляются буквально в течение пары минут, так как всё автоматизировано. После чего выбираю нужное мне состояние, жму купить, оплачиваю и с первого раза выпал скин для АК-47, но не тот, который выбрал, хотя с ценой такой же, как и заплатил, так что продолжим. Жму купить, оплачиваю и со второго раза снова другой скин. На этот раз уже для UMP-45, при том с ценой дешевле, чем заплатил. Но не стоит переживать, ведь так сайт и работает. За счёт того, что иногда могут выпасть скины подешевле и получается снижать цены на дорогие скины. Сайт просто как бы перераспределяет деньги, чтобы у каждого был шанс. А потому главное, это не останавливаться после таких скинов, ведь чем больше попыток, тем выше шанс получить желаемый скин. Так что снова выбираю состояние, жму купить, оплачиваю и вот таки с третьего раза выпал АК-47 азимов, забрать который, как и все выпавшие скины до этого, можно в личном кабинете. Главное перед этим не забудьте указать свою трейцилку стима. И выходит, что я получил скин, который в стиме стоит 2 с лишним тысячи всего за полторы, ещё и в подарок мне дали 2 крутых скина. Но так как я изначально пополнял на 4 покупки, куплю ещё раз, чтобы посмотреть, что выпадет. Оплачиваю. И с четвёртого раза выпал скин на ФАМАС, хоть и подешевле, но я и так уже в плюсе. А продав ещё и эти скины, смогу ещё больше заработать. Так что как раз сейчас я расскажу, где выгоднее всего можно продавать скины и выводить деньги себе на карту. Правда сперва небольшое уточнение. Нужно учитывать, что после покупки новый скин блокируется для повторной продажи на 7 дней. И только спустя это время его можно будет перепродать. Поэтому сейчас только сравним цены на АК-47 Азимов на разных площадках. Ну а принцип продажи я покажу на других скинах, которые у меня есть на аккаунте и которые уже можно продать. Первый на очереди это Лискинс. Самая простая площадка в обращении, но вместе с тем с самыми низкими ценами. Что удобно, когда мы покупаем скины, но для продажи это не сильно выгодно. Самый дешёвый вариант на момент записи видео здесь стоит 1853 рубля, но до его разблокировки ещё несколько часов. В то время как вариант за 1900 рублей можно купить прямо сейчас, при том он ещё и со стикерами. Хотя учитывая, что я получил скин Азимов за 1500, здесь тоже смогу заработать несколько сотен рублей. Но так как он всё ещё в блокировке, покажу на примере других скинов. Для этого нужно сперва залогиниться через свой стим, что безопасно, если следить за правильностью ссылки, чтобы не попасть на фишинговый сайт. Далее вписываем свою трейд-ссылку на обмен, и у нас автоматически потягиваются все скины из инвентаря. Какие-то самые дешёвые за пару копеек здесь продать нельзя, зато вот за пару рублей вполне себе можно. В общем выбираем то, что хотим продать, куда при этом выводить деньги или на карту, киви, юмани, крипту или на баланс сайта, например, если хотите купить другие скины. Вписываем реквизиты, соглашаемся с обменом и жмём «Получить деньги». Далее подтверждаем всё через Steam Guard и получаем свои деньги, всё достаточно быстро и безопасно. Правда из-за такой скорости и дешевле, чем на других сайтах. Поэтому второй вариант – это Market CSGO. У него бывают разные цены, иногда бывают выше остальных, иногда ниже. В общем, нужно всё анализировать. Более подробное видео о площадках и их ценах есть уже на канале, можете посмотреть. Так вот здесь этот скин в состоянии «Закалённое в боях» стоит уже 2100 рублей, что всё ещё ниже Стима, но при этом уже выше, чем на Лискинс. И если бы я здесь решил продать скин, заработал бы порядка 600 рублей, что тоже неплохо. Для этого сперва также логинимся на сайте, притом благодаря Steam Guard это можно сделать безопасно, просто отсканировав QR-код на телефоне и подтвердив вход. Если на сайте, на котором вам предлагают залогиниться, нет такого кода, с большой вероятностью это мошенники, и вводить данные вручную настоятельно не рекомендуется. Иначе они узнают ваш логин и пароль, а дальше спокойно обменяют все скины и выведут деньги. А даже если QR-код есть, но приложение на телефоне его не воспринимает, скорее всего это тоже мошенники, и логиниться на таком сайте не рекомендуется. После успешной авторизации заходим во вкладку «Продать», далее «Дашборд», и здесь сперва нужно скачать приложение на ПК или установить расширение для браузера, это уже на усмотрение. Далее после этого переходим в «Настройки» также в меню слева, и здесь нужно вписать свою трейд-ссылку, а чуть ниже сгенерировать API-ключ. Если у вас его ещё нет, жмём «Где найти ключ» и создаём его в Стиме. После проверяем, чтобы ключи совпадали на сайте и в Стиме. И последнее, на главной странице жмём «Включить продажи», и можно выставлять свои скины. То есть способ заморочения предыдущего, но и цены зато на сайте выше. Хотя тут есть нюанс, если вы выставляете свою цену, придётся ждать, пока на неё найдётся покупатель. Или можно сразу, чтобы не ждать, продать скины за меньшую стоимость, на которую выставлены ордеры покупателей. Для этого переходим во вкладку «Продать», где уже должны быть ваши скины, если их нет, просто жмём «Обновить». И теперь выбираем скин и вписываем желаемую цену. После покупки нужно только подтвердить трейд и получить за него деньги. Всё достаточно просто. Следующий сайт, где можно продавать скины, это Chaos Money. Раньше у него ещё была система селлмода, когда разные айтемы можно было обменять на скины с наклейками и продать уже за реал подороже. Но с выходом нового CS2 эту функцию решили убрать, оставив только Marketplace, где можно покупать или продавать скины за реальные деньги. И если посмотреть, то азима в состоянии «Закалённая в боях» здесь стоит от 2146 рублей, что немного, но больше прошлого сайта. Но это самая низкая цена. Конечно, есть и подороже, а потому и заработать можно больше. Принцип абсолютно идентичен предыдущему, но может чуточку попроще. Также логинимся на сайт, вписываем трейд-ссылку, а дальше выставляем предметы на продажу. Из минусов этого сайта ограничение на вывод популярных скинов, на случай, если вы просто захотите себе забрать их назад или для того, чтобы перенести на другой сайт с большей посещаемостью и ценами. Вроде как можно выводить 10 скинов, а после придётся подождать неделю, чтобы совершить следующий вывод, что не очень удобно, если у вас много скинов. Плюс ещё больший минус в том, что вывод средств за уже проданные скины осуществляется только после верификации аккаунта. То есть подтверждение своих данных, через своё фото, паспорта и так далее, что тоже многим может не понравиться, особенно учитывая взломы и сливы с этого сайта, которые были раньше. Поэтому может сайт и чуть выгоднее, но точно не для меня. Как и следующий сайт, D-Market, который нацелен на Европу и Америку, а потому цены там зачастую самые высокие. Тот же Азимов с наклейками можно увидеть в продаже за 4000. Конечно, вряд ли его многие купят, но вот за 2500, как в Стиме, продать вполне реально. Да и посещаемость у сайта выше предыдущих маркетплейсов, так как и рассчитан он на большую аудиторию. Но из минусов, с недавнего времени он не работает в России. А потому ни добавить скины на продажу, ни вывести с сайта деньги не получится. Благо последнее решается выводом денег в крипте. А вот дабы добавить скин на сайт, понадобится иностранный аккаунт Steam и VPN. Что, думаю, тоже не проблема, если учесть, что многие игры в российском регионе также недоступны. И многие создают себе турецкие или казахстанские аккаунты, куда можно перевести скин и уже с него выставить на продажу. То есть способ тоже замороченный, но зато позволяет выводить деньги со Стима. И даже неплохо зарабатывать, если покупать скины дешевле всего на сайте CSGO.net, ссылка на который напоминаю в описании. В итоге, такими нехитрыми способами реально можно зарабатывать на пассиве неплохие деньги. Многие даже просто гоняют скины с сайта на сайт, сравнивая цены, покупая где поменьше и продавая подороже. Но это уже, как говорится, совсем другая история, да и заморочек с ней ещё больше. Куда выгоднее это, как уже говорил, покупать скины на CSGO.net гораздо дешевле, а где их продавать уже решать только вам. Ведь у каждого сайта есть как свои плюсы, так и недостатки, о которых я и рассказал в этом видео. Так что на сегодня это всё. Спасибо, что досмотрели до конца. Если видео оказалось полезным, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И до новых встреч на этом же канале. Пока!